Исполнил 40 лет замечательного спектакля Большого театра «Спартак» к постановке Юрия Николаевича Григоровича. И в связи с этим мы сделали спектакль в честь этого юбилея, где каждый акт танцевали разные исполнители. Первый акт танцевали Иван Васильев. Это был его дебют на сцене большого роли «Спартака». Нина Копцова была в Риге, Владимир Непорожний – Красен, и Надежда Грачева танцевала и Гина. Во втором акте Игиной была Светлана Захарова, которая тоже недавно вошла в этот спектакль. Денис Матвиенко танцевала «Спартака», Светлана Лункина – «Фриге» и Александр Волчков – «Краса». И в третьем акте Игиной была Галина Степаненко, Александр Воробьев танцевала «Спартака», «Красом» был Александр Волчков, «Фригей» и Мариан Рыжкина. 40 лет на сцене одного театра. Это все-таки такая уникальная, я бы сказал. Я считаю, что здесь, прежде всего, замечательная музыка Качатуряна, которую я очень люблю. Здесь замечательные художники Саладзе, здесь актеры. Они имеют интересные роли, интересные ситуации, в которых они участвуют. Сама идея борьбы за свободу, как бы она ни была выраженной в каких-то странах, она ни происходила в разных сочетаниях, она всегда будет правильной, потому что бороться за свободу и свою, и страны нужно. Даже Акоста, который вошел в этот спектакль, будучи кубинцем, поясняется, что его прабабка была рабыней на Куле. В нем папка заговорила. Сейчас другой зритель стал. Он очень изменился, театр вообще изменил. Мы что, не изменяемся? Мы изменяемся, и тем не менее мы остаемся теми, кем мы есть. Хотим мы это, либо не хотим. Мы изменяемся. Мы даже физически изменяемся. Я был когда-то черный, а теперь я весь седой. Я изменился, помимо всего прочего. Мне нравится, что спектакль идет столько времени, пользуются успехом и у зрителей, и у артистов, которые хотят этот спектакль танцевать. Я, между прочим, делаю каждый раз коррекции, коррективы. Сейчас зритель хочет заразиться, так сказать, теми эмоциями, которые вам рассказывают со сцены, и получить что-то для себя, для своей жизни. И вот если это идет, то это очень хорошо. Это такой спектакль. который для меня-то был совершенно замечательным, потому что я как бы помолодел на 40 лет. Когда я стал уже главным балетмейстером Большого театра, меня вызвал Чулакин, директор театра, тогда и сказал, такая замечательная музыка вчера не идет у нас на сцене, надо что-то делать. Раньше два великих хореографа Моисеева и Кобсон ставили этот спектакль. В екобсоновском «Спартаке» я танцевал, артиуритярия такого там. Второй спектакль я вообще не видел, Моисеевский, я не знаю. Но ушел из репертуара Моисеевский спектакль и пригласили Кобсона поставить этот спектакль в Москву. Он приехал, сюда поставил. Но после американских гастролей, которых он как-то никак не прошел, спектакль сняли. Давайте, может, пригласим опять Моисеева, чтобы он возобновил свой спектакль, а все равно сделал какую-то редакцию новую. Я встретился с Моисеевым. Ой, нет, он сказал себе. Мы три месяца будем в Англии, значит, два месяца в Америке, в Африке. Я все это рассказал Чулаке. Он говорит, а кто у нас главный бредный? Я говорю, я. Он говорит, вот вы и делаете. Дело в том, что я любил эту музыку и спектакль, и хотел бы ставить, но я не осмелился. Два великих, так сказать, действительно хореографа Моисеева и Кобсона ставили этот спектакль. Предлагать себя было как-то... Ну, я сказал, да, я это с интересом могу попробовать. Ничего похожего ни на Моисеева, ни на Кобсона, поэтому она и называется оригинальной хореографией. Вот я так и старался, насколько мне казалось, основу все-таки сделать классический танец, но основу не так, как ставил господин Петипа или Перо, или Сен-Леон. Классика уже изменилась со временем. И, конечно, это, так сказать, какие-то... В меру моих возможностей я делал это по-своему и по-новому. И вы, конечно, здесь мужчина. Вот такая тема, которая требует другого понимания именно этого спектакля. Ваня, это я к тебе. Это поздравляю. Это все молодец. Посмотрел, есть одно только маленькое, то, что у меня было в самом начале. Чуть-чуть много глаз сюда. Мне хочется их видеть, потому что через глаза я вижу твои мысли, течение твоей мысли. А если я все время буду в пол, то пропадаю. Субтитры создавал DimaTorzok Через вздох, потому что каждый человек не просто, а можно пойти, поворот, корпусы тела, он не сыграет. Это выдох и пришел, и пришел именно в эту ноту, потому что она у него, у Арам Ильича, она у него гениально совершенно это сделала. И вот эти вот куски, они еще будут. Так что просто я считаю, что это просто прекрасно. И поздравляю. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»